Как же, наверное, приятно приехать в город, в котором прошла твоя юность, с которым связаны самые яркие моменты жизни. Оксана Николаева 24 года назад окончила Казанское театральное училище. Я помню, как я работала с Негурочкой еще в старом здании. Вот через 24 года я приехала сюда, в кукольный театр. Это неописуемо, это, конечно, в первую очередь красиво, дорого, богато, шик и блеск. Это, думаю, что маленьким зрителям здесь очень уютно. Оксана счастлива, что ее мастерами были Людмила Диченко, Рустам Фадкулин, Лариса Пушкина. Они обучали ее азам актерской профессии. И во многом благодаря им она смогла реализовать себя как актриса и режиссер. Полноценной актрисой не получается работать, надо много внимания делять собственным детям. Я устроилась работать с детьми, я ставлю детские спектакли в Доме творчества. Это тоже такой пласт своеобразный. И, конечно, я благодарна прежде всего Казанскому театрическому училищу, который научил меня профессии. Конечно же, первым делом Оксана решила посетить театр кукол. Когда-то еще студенткой она много раз выступала на этой сцене. Сейчас она сама помогает детям раскрыть актерский талант и реализовать творческие способности на сцене. Она состоялась как актриса. Она состоялась сейчас в Москве как режиссер. То есть имея несколько групп и получая на многих конкурсах огромные уже такие призы. У Оксаны большая семья. Супруг Александр работает в театре и помогает воспитывать пятерых детей. О своей семье Оксана готова рассказывать часами. Муж мой замечательный человек. Если бы не он, не было бы счастья. А сейчас это просто счастье. Старшей моей доченьке 14 лет. Она поет в составе хора «Весна». Доченька моя вторая. Ей 12 лет. Она очень творческий человек и, наверное, будущая актриса. Сыночек 9 лет. Он такой целеустремленный. И, знаете, мне кажется, его ждет карьера военного. Пятилетний малыш, он, ну, он мужчинка такой маленький. Ну, а малыш – это наша любовь всей семьи, которую все обожают, любят, целуют и милуют. Встреча с людьми, которые помогли тебе осознать свой путь – это счастье, считает наша героиня. Это как жемчужины, которые она бережет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова